Приветствую! Анял Хасайо! Гутен так! В общем, всем привет! Сегодня мы с самым милым сонным котом на свете пришли к вам с вашей любимой рубрикой Косметика из магазина Ева Нашему вниманию достоился бюджетный бренд Глэмби Кое-какие его новые продукты, а также старенькое Вот такой очень необычный образ у нас получился Если вам интересно посмотреть, как же мы его создавали Желаем вам приятного просмотра! Сегодня, ребята, у нас немножко необычный свет Я снимаю при дневном освещении Поэтому, если вам что-то кажется необычным, то так оно и есть В центре внимания у нас бренд Глэмби Он представлен эксклюзивно в украинских сетевых магазинах Ева И также принадлежит этой сети Я бы хотела сегодняшнее видео посвятить какой-то клиентской сознательности И на что вообще клиент может рассчитывать в своих правах Потому что я на примере магазина Ева столкнулась И мои подписчицы, к сожалению, тоже столкнулись с кое-какими неприятностями Не какими-то там глобальными Но для меня как клиента, который пользуется и интернет-магазинами, и офлайн Постоянно ходит за какими-то покупками Логично, потому что мне нужно много всего тестировать Для меня это какой-то плевок в душу, потому что какая бы ни была массипусечная покупка Запомните всегда, ребят, покупка это покупка Клиентский сервис должен быть абсолютно одинаковым от начала до самого конца Неважно, покупаете вы какой-то пакетик салфеток Или как это называется, пачку салфеток Или вы берете просто корзину и гору косметики по скидке, не по скидке Вас должны обслуживать абсолютно одинаково Я, ребят, не утверждаю, что клиент всегда прав И вообще это какое-то высказывание не самое адекватное Но должна существовать разумная грань Золотая середина между тем, когда клиент всегда прав И когда магазин просто плюет тебе в душу своим обслуживанием Видите ли, у них маленькая ценовая политика То есть они там распродают все очень дешево, например, на скидках И за счет этого считают, что могут обходиться с тобой просто любыми методами, любыми способами И продавать тебе там просрочку, поломанные продукты В общем, сейчас дойдем до этого Так, сегодня мы будем с вами рассматривать и кое-что для лица, и для глаз У меня сегодня, да, я немножко красуюсь своей футболочкой с мистером Тесаком До Украины мерч от Наталины доходил очень долго И это мой первый мерч от, кто вдруг не в курсе, российского блогера Наталина Моа Я очень-очень долго ждала эту футболку, чтобы наконец-то с ней посниматься Посмотрите, как красиво блестит В общем, я тут сижу, не могу нарадоваться Поэтому, пока мы не приблизились, немножко покрасуюсь Итак, сегодня у нас вот такой глиттер Конечно же, все от Глэмби Я не буду повторяться, что это от Глэмби, это то от Глэмби Потому что он все от Глэмби, по крайней мере, то, что я в первой части видео показываю Называется он Супер Стар У него две стороны, и они особо ничем по текстуре не отличаются Кроме того, что один чисто серебряный, а у второго есть вкрапление розовых блесток Буду показывать свотчи, так будет проще определить, какой макияж мы с вами на выходе захотим Вот одна из сторон Достаточно неплохо сияет глиттер, но такой жиденький Видите, у него плотность своя, не то чтобы суперовая Вторая сторона с точно такой же кисточкой, но в другом оттеночке, тоже серебряным Но здесь вкрапление розовых блесток Вам, наверное, не шибко-то видно, по факту это два серебришка Дальше у нас идут две туши Одна черная, одна цветная Черную я уже не раз пробовала Она ужаснейшая, но просто вас уберегу от покупки Если вдруг вы ее увидите, как и я, на скидке, не берите Она не стоит никаких ваших денег Называется она Twisting Eyelashes И вроде бы все ничего Пытаетесь ей накрасить, она так сильно царапает глаз При этом она ничего не прокрашивает Здесь мега странная щеточка У меня только что что-то с ней произошло И походу я даже на глазах вам не смогу ее показать Видите, она то ли застоялась У меня на щетке просто весь продукт остался Фу-фу-фу Аааа, ребят, у меня сломался ограничитель И походу у меня только что улетело что-то на пол Просто я могу достать всю тушмира отсюда Так, запаха нет, она не просрочилась Просто здесь ужаснейшая упаковка И вы по факту потратите свои деньги просто зря Потому что она, ну вот Нет, я давайте сразу ее в мусорку положу До того, как она сломалась Там была типа щетка Немножко эротического характера Так скажем, очень странной формы И на кончике был какой-то набалдашник Потом шла сама щетка И когда вы прокрашивали глаз Этот кружочек постоянно тыкал вам И в ресницы, и в ресничный край Это было и больно, при этом тушь не давала никакого эффекта Ни объема, ни удлинения Просто там чуть-чуть кое-где прокрашивала черным Не знаю, у меня как-то с глэмби с тушами Странные впечатления Потому что первая моя тушь была от них цветная Из коллекции Коктейль Вот, собственно, она родимая И мне она по сей день очень сильно нравится У нее щеточка-елочка И она голубая Для кого-то это может быть плюсом Для кого-то это может быть минусом Лично на мне она дает такой невероятный объем И особенно если вы, например, прокрашиваете черным И добавляете вот эту голубую Да, если вы не любите эффект паучьих лапок Возможно, можно проходить мимо Но в целом для видеосъемки Для фотосъемки Если вы не используете накладные ресницы Мне она делает просто бомбу-ракету И я почему-то подумала Что раз лимитированная тушь от глэмби такая классная То какие-то туши из классической их коллекции Тоже должны быть суперовые Знаете, как у Vivienne Sabon Дорогая цена Но при этом их там миллион подвидов И все более или менее Хотя лично мнения не подходят Но я не спорю, что если мнения не подошли То как бы они и другим не могут подойти Поэтому я не теряю надежду Ни в коем случае Я всегда даю шанс брендам Единственное, что у меня дурацкая привычка Там дать один шанс Второй, третий И все еще верит, что я могу найти что-то хорошее В общем, будем с вами пробовать сегодня коричневую тушь Ее я просто проверяла, ли она не сломана Потому что, конечно, с доставкой у Ева все не так просто Но вроде бы не четок Как видите, у нее такая мягенькая форма Можно выдавить себе на палитру И силиконовая щеточка Интересно, конечно, как она будет работать на глазах Но на сайте были хорошие отзывы от покупателей Поэтому я грею себя надеждой на хороший результат Также вы мне писали в комментариях Что у Глэмби классная коллекция матовых помад Я выбрала для себя тон 0.2 Здесь вообще нету каких-то особых опознавательных знаков Вот просто Глэмби На попке написано, что это 0.2 На нее у меня исключительно положительные эмоции И, собственно, главная виновница Почему я вообще решила Знаете, такой последней каплей в море мне капнула Высказаться по поводу сервиса Потому что я до конца оставалась на стороне того, что Ну окей, наверное, из-за того, что такие маленькие цены Я готова простить там им сервис плохой Но нет, ребят То, что произошло у меня на кассе с этой палеткой Просто уже ни в какие рамки не шло Плюс мне до этого тоже уже пришла битая палетка Но она хотя бы была запакована В общем Речь идет о такой новиночке От Глэмби Поплук Вышли они вот буквально перед Новым годом 2021 Вместе с палеткой Firework Короче, ребят, история такая Иногда, когда я что-то потестировала И купила часть уже для видео А другую там, ну, либо денег с собой не было Либо решила оставить на потом Я уже точно знаю, чем я определилась Я просто заказываю через сайт И чтобы там в магазине вот эта с корзиной не носиться Я все заказываю через самовывоз Прихожу на отделение Называю номерочек И, соответственно, забираю свой заказ И в этот раз я вот нагребла просто пол сайта Чтобы сделать вам обзорчик и LCF новый И Глэмби И когда мне девушка на кассе распаковала мою посылку Значит, я смотрю там глиттер Ага, не просроченный Потому что я знаю Я потом вам расскажу Что обычно происходит в магазинах с этими глиттерами И почему я раньше их не пробовала Но вот эта палетка рассыпалась у девушки в руках Я даже к ней не успела притронуться В общем, она достает ее из коробки И она просто вот так делает Ой, спонжик упал, это нормально Так вот, она говорит Будете ли проверять? Я говорю, ну, конечно, буду Потому что я уже знаю, что у Евы может быть точно что-то не так Она в своих же руках То есть консультант берет эту палетку И у нее крышка остается в правой руке Палетка остается в левой И я смотрю на это и понимаю Что либо я это брать не буду Но молчу и жду же Какая будет реакция от кассира И она такая Ну, вы это брать будете? Я говорю В смысле брать буду? Я говорю, она же поломанная Она говорит Знаете, еще так глаза закатила Я такая Ой, ну я пойду спрошу администратора Можно ли вам ее поменять? В смысле можно ли? Алло, Ева Ну, то есть мне, как клиенту, пришла битая палетка И вы еще раздумываете Буду ли я ее брать? Нужна ли мне абсолютно? Я не понимаю, как То есть я не видела Точнее, не то, что не видела Я не помню, в магазине ли они Замотаны вот этой пленочкой Которую, знаете, разрываешь У вас типа новая палетка Наше любимое чувство новой косметики Мне она даже эту, которую дали Типа взамен с уже Новой крышкой Она была полностью тут порезанная Ну, видно на крышечке, что она поюзанная Это либо тестер был Но я перепроверила Сами рефилы были нетронутые Возможно, просто она так хранилась Что ее просто швыряли из стороны в сторону Или их все там так швыряют Извините за громкий звук крышки Что они у них там разваливаются Там попросту винтик отлетел Который держит эту крышку И это кассир говорит Ой, ну вот в общем, типа, знаете С таким снисходительным тоном Что цените то, что администратор Разрешила вам поменять эту палетку Я думаю, здрасте, приехали А если я на вас сейчас жалобы накатаю А если я вам там в интернете Плохие отзывы оставлю Их вообще ничего не волнует, ребят И если вы попадаете в такую ситуацию Когда вам пытаются за ваши же деньги Продать некачественный продукт И действительно эта девушка Чуть ли не наседала на меня Что типа, ну вы же будете ее брать Нет, ребят, так быть не должно Вы как бы получаете некачественный продукт Хотя это, ладно, я тоже виновата Что в итоге взяла эту покоцанную палетку Но хотя бы содержимое было норм Я уже была не в настроении ссориться Всегда помните, что у вас есть право На нормальное обслуживание На нормальное качество продукции Особенно если вы заранее за нее заплатили И вам пытаются типа на оплаченный заказ Впихнуть там что-то с отломанной крышкой Что-то, не знаю, там поюзанное Видно, что у вас там пальцами кто-то водолазил Не соглашайтесь Если на вас начинает давить администратор Или кассир Вызывайте, я не знаю, руководство Не ленитесь ругаться Потому что я сама такой человек Что супер там, не знаю На стороне обслуживающего персонала Потому что я работала бариста Я знаю каково это Ну это тяжелый труд Не считаю, что Да и вообще, ну как бы не только я так должна считать Если вам предлагают какую-то услугу за маленькую сумму Потому что на сайте Ева все-таки очень много продукции супер дешевые Вы можете некоторые там карандаши для губ за 9 гривен покупать Она сейчас даже проезд маршрутки, мне кажется, дороже будет Но маленькая цена не должна означать плохое обслуживание и плохое качество Это их дело, что они выставляют такие цены Мне, например, пришла палетка Патрисия Лидо И я тоже сама виновата, что не перепроверила Она хотя бы была запакована в первоначальную пленку от производителя Но когда я сняла пленку, сама палетка была бита Я еще не снимала на нее обзор Я тоже потом это покажу Но понимаете Как бы если эти бренды и так собственность магазина Ева Значит что-то не так Или у магазина, или им просто плевать на нас И как бы они понимают, что раз цены дешевые Все равно будут покупать Им не нужно удерживать потребителя И это самое ужасное Потому что мы это тоже как бы спускаем с рук И когда мы все молчим То и как бы это все дальше продолжается И эти поломанные коробочки И какие-то просроченные продукты Которые на кассе пробивают В общем, не молчим, ребят Господи, ребят, я с этим всем забыла вам показать Саму палетку и сводчики, конечно Чувства новой косметики не будет, как вы понимаете Потому что я уже все потыкала Все проверила, ли оно вообще стоило моих нервов и денег Могу сказать, что рефилы в принципе норм Но сейчас вы это увидите Зеркальца тут, конечно же, нет Палетка открывается только на 90 градусов То есть больше я вам ее вывернуть не могу У меня это тон 2 Есть палетка с более синим рефилом Но как-то меня он вообще не вдохновил Так, при вас наслаиваю рефилы на палец Заодно пообщаемся, пока я это делаю Видите, какой он рыхлый У меня аж тут что-то в бок отлетело Я всегда, когда одеваю белые вещи На меня отстреливают цветные тени И когда я одеваю какие-то черные вещи На меня стреляет что-то белое или тон Ну, просто супер Так, и дальше пошел у меня второй рефил Я сейчас уже все наслою И тогда вам все вместе покажу В целом я уже словила флешбеки Каким-то палеткам, которые у меня есть от Гламби А у меня их немало, я считаю И мне вначале показалось, что некоторые цвета Просто один в один с других палеток лимитированных Но оказалось, что нет То есть цвета чуть-чуть, но отличаются И хорошо, потому что я уже думала просто ругать Что нам одно и то же подсовывают Под эгидой типа новых палеток В более дешевой упаковке Но нет, все не так плохо Палетка очень сильно пылит У меня уже вся футболка в этих тенях И не знаю, будет ли это чувствоваться Когда мы будем это наносить на глаз Но на руке это, конечно, тихий ужас Очередная теплая палетка Но я понимаю, что из-за своей цены И, возможно, каких-то цветов Для кого-то она будет интересной И мое дело, конечно, осматривать всю косметику А не только ту, которая интересна конкретно мне Поэтому вот я, собственно, с вами с обзором на нее Не знаю, не знаю Мне кажется, что, да, на скидке я ее взяла за 69 гривен Если я не ошибаюсь То лучше доложить несчастных там 40 или 60 И взять Бэрри Вэлвитс, к примеру То же самое, там тоже теплая гамма Коричневая, красная Но она такого прекрасного качества Ребят, не знаю, лимитка, не лимитка Потому что она как-то неожиданно Тогда на прилавках появилась И также неожиданно из нее начала исчезать Возможно, то и лимитированная коллекция Как и это Мы не знаем Гламбини ведет нормальную пиар-компанию И у них ни на сайте, ни инстаграме особо ничего не понятно И мне, в частности, очень сильно не нравится Так я уже стираю тут свочи Как в инстаграм общается Ева с потребителем Потому что чаще всего они просто говорят Говорят, идите там, смотрите на сайт То есть, а зачем тогда мне менеджер в инстаграме Если меня просто отправляют на сайт Там, когда новинки Идите, смотрите на явность на сайте Там, когда что-то то-то Или у меня там проблема с заказом Обращайтесь по горячему телефону Бла-бла-бла То есть, вы нужны в инстаграме Только для того, чтобы отвечать И слать меня на сайт Не знаю, ребят У меня вообще с этой всей ситуацией С этим заказом Очень сильная какая-то обида на магазин Ева И как-то нет ни настроения Ни желания это все пробовать Но будем сейчас наносить Давайте приблизимся Давно не снимала при таком дневном освещении Поэтому мне вообще интересно Как будет смотреться макияж Как будет смотреться тон Потому что я снимаю днем сегодня И от софтбоксов прям, ну, очень сильно ярко И мне кажется, плохо будет передача света Поэтому вот сегодня просто так, как есть На мне уже нанесен капельку консилер От LCF Из коллекции Suiting Tasty Сделаны бровки Все названия продуктов, как всегда Для вашего удобства В инфобоксе внизу Я не представляю, что мы сегодня будем с вами делать Однозначно у меня акцент будет вот этим вот глиттером И, в принципе, палеткой тогда давайте Выстроим какую-то форму Но тут достаточно сложно понять, чем что выстраивать Потому что все сияющее Что, будем делать сияющий макияж? Наверное, и форму сияющую сделаю А что бы и нет Я сто лет таким не занималась На обороте есть типа намек Как можно сделать макияж Что под бровь наносить, что под глаз Я такие налюблю Сделано это, знаете, ребят Не в Китае Я немножко вас обманула Я вроде бы в начале видео сказала, что все в Китае Это-то у нас Турция Так что это Турция С этими упаковками что-то налажали Это меня, конечно, расстраивает Потому что если бы это был Китай Я просто бы продолжала ругаться А так Турция Вы чего? За что это нам? Так Что же делать? Что же делать? Ну, не знаю Давайте рандомно возьмем вот такой цвет По свотчам все очень неплохо было То есть они хоть и крошились Но пигментация есть И они прям маслянистые Я набираю это на бочонок Не знаю, видно вам, не видно Я стряхну Сразу, потому что очень сильно все пылило Так, на мне уже на веках есть консилер Я сегодня буду работать без базы Потому что тени все-таки очень бюджетные И вряд ли, если кто-то покупает настолько бюджетные тени То хочет там работать с базой и так далее Так, смотрите Я все еще только один раз в рефильчик окунулась И вот спокойно себе уже вывожу направляющую То есть пигмента достаточно Он очень хорошо тянется Не знаю, как тушуется Но растягивается нормально Но он в краснинку сильную уходит Мне в зеркале он, конечно, более коричневый Но вижу, что на экране у вас он прям с красным подтоном И, возможно, для кого-то это будет проблема Не знаю, не знаю Работать пока приятно Хотя я сама выбрала тон 2 Можно было взять с синим рефилом Там вроде бы все такое сероватое Но у меня внешность такая Знаете, ребят, еще волосы достаточно теплые Что если я буду брать серые палетки Мне они особо красивыми не будут Я не думаю, что там сильно отличается качество Поэтому будем делать уже, что имеем Хочу набрать на более пушистую кисть Не знаю Честно, вот настолько мне уже все равно на вот это все Поэтому будем типа тыкать, что тыкается Давайте смешаем вот этот единственный матовый Единственный, да И вот этот вот более красненький Не знаю, что это я делаю Кисти, ребят, у меня в кое-то веке Очень чистые Я их вымыла Да, я это делаю не так часто, как хотелось бы Потому что я грешу тем, что очищаю их об салфетку Ой, слушайте, а цвет какой красивый получается Это я смешала красноватый с матовым коричневым И он и коричневый, и красноватый одновременно Мне нравится Неожиданно, но нравится Видите, на пушистую кисть тоже никаких проблем Ребят, я почти перестала брать вот этот темный Потому что он прям очень сильно насыщенный Пигментированный коричневый Прям очень хорошо, наверное, будем нижние века им так углублять Какой же красивый вот этот цвет Он очень сильно похож на один из оттенков Из палеточки Бэрри Вэлвотс И в принципе у меня действительно какие-то флешбеки К Бэрри Вэлвотс И она тоже произведена в Турции Поэтому хоть и цвета отличаются там На миллиметр, так скажем То качество вот просто почти в один в один Поэтому я более чем уверена, что возможно Вот эта палетка и Бэрри Вэлвотс Это почти одно и то же Знаю, что там упаковка посимпатичнее Но она и подороже Так что если вы просто хотели эти цвета Можно брать вот этот поп-лук Но смотрите, чтобы она у вас не развалилась Так, давайте возьмем вот этот супер-красный На бочонок, которым я набирала Тот цвет, который был по нижнему веку Этот красный немножко странный Это типа матовый Но у него блестки в составе И если вы не набиваете А хоть немножко растираете этот цвет Нет, эти блестки сразу вам в глаз летят В общем, летят куда глядят Прям как гуси-лебеди Но не очень я люблю вот эту формулу Почему не сделать просто красный сатин или шиммер? Нет, нужно сделать этот матовый с блестками Не, мне не нравится Очень сильно осыпалась под глаза И мне немножко некомфортно Потому что на ресницах тоже остается часть сухого продукта Он продолжает мне сыпаться в глаз Но я пока не буду убирать усыпание Давайте уже закончим И когда перейдем к лицу Тогда будем что-то убирать В целом, мне кажется, что Хоть и оттенки сыпятся и рыхлые Но красиво же и пигментация Действительно норм Я кистью буквально вот одной Чуть ли себе не весь глаз вырисовала Просто за счет того, что мне хотелось дымки Я, конечно, уже брала более пушистую Но спонжиками вы это все, конечно, так не выстроите Потому что здесь только спонжик в наборе Вам нужна кисть Спонжем у вас будет такое одно пятно Тени с пигментацией дружат И если вы немножечко не готовы к такой сильной пигментации То может выйти некрасиво Давайте смешаем вот эти два бронзовых Попробуем спонж, который в комплекте Не знаю зачем Может просто им сыпаться меньше будет Они настолько сыпучие, что аж почти кремовые Очень странная текстура Не могу ее описать И прикладываю на начало глазика Просто как основу под будущий глиттер Потому что мы сюда зафигачим тот жидкий, который я приобрела Цвет один на другой накладывается Все очень прилично Не смотрим на границу Я тут, конечно, еще ее потом дотушую, доработаю Мне не терпится попробовать глиттер Я вообще очень люблю вот такой формат глиттеров Когда они, знаете, не вазелине плавают Не какие-то рассыпчатые А именно вот в таких тюбичках Чтобы они были с вот такой пипкой Типа как от жидкой матовой помады Так я еще раз себе напомню Что у нас тут по цветам Вот эта сторона, это с розовыми блестками А что, давайте, раз уж я ее взяла То ее и попробуем Так, я разложу глиттер вот этой штучкой А потом доделаю тушевку кистью Что мне кажется, что он не супер быстро застывает Он какой-то водянистый По крайней мере на первое ощущение Кистью очень аккуратно границы я подстягиваю Чтобы у нас просто в сами тенюшке Был красивый переход А не какой-то такой обрубыш Кажется, это интересный оттенок И вообще интересная формула глиттера Видите, оно какое-то такое Чуть-чуть необычное Как будто это и не отдельные блестки И не жидкие тени Мне это больше всего напоминает какую-то смесь Такое детище люкс визаж Метал хайп Если бы в нее немножко добавили блесток По ощущению прикольно Века не стягивает Нет чувства того, что у вас она превращается в попку курицы Так, ребят, я хочу глиттером тоже нижнее веко украсить Перед этим сделать ему подложку Я беру вот этот самый пигментированный коричневый оттенок Он жесть какой пигментированный Но очень сильно сыпется Поэтому максимально аккуратно Не пушистыми кистями им работаем И углубляю нижнее веко Прям хочу такой темный У нас вообще сегодня такой макияж Немного женщина, которая знает, чего она хочет Да, и образ в целом Немножко такая панк год Барби В чем тут Барби непонятно Но хочется мне быть Барби Так, и сюда же вытягиваю Ох, круто! Крениться я самую капельку подташевала кистью На которой у меня были остатки красного оттенка Давайте, чтобы потом не мучиться со слизистой Я сразу сделаю себе ее коричневой Я беру каял от ламель в оттенке 402 Коричневый, их всего два Черный и коричневый Очень сильно люблю эти карандаши Они мягенькие, они быстро застывают Ими легко работать Как по глазу, так и по слизистой Все очень просто Теперь я переворачиваю наш глиттер И беру часть, где просто серебряные блестки Но в этот раз я на палитру снимаю саму жижицу И кистью буду по чуть-чуть добавлять Чтобы у меня был контроль над оттенком Я прям себе под ресничное пространство Выкладываю эти блестки Мне кажется, что я выбрала странное место для этого Оно тут блестеть особо не будет Но при этом даст затемнение Ну да, я прям как будто себе подводкой под глаз дала Действительно цвет, который с серебряными блестками, а не розовыми Более темный И немножко жиденький Он как будто разъедает у меня коричневые тени вот здесь Но в целом, если вы делаете вот такой гранжевый образ То все как бы соблюдается Все смотрится гармонично Я уже не могу сидеть с этими осыпаниями Но рано, Маша, рано их убирать Давайте верхнюю границу светлыми оттенками пройдем Я не сильно понимаю, чем они отличаются Один более матовый Такой совсем с легким сиянием И другой более сияющий Я беру кисть, которая рисовала верхнюю границу И просто смешиваю О, уже полетело вниз Все Не могу понять, почему настолько рыхлые рефилы Ну и бог с ними И зону, где обычно у нормальных людей хайлайтер Я прохожусь этими оттенками Заодно подчищаю тушевку Ох, слушайте Сияние-то нормальное Да и цвет То есть есть сам оттенок У меня аж красный перекрылся Конечно, ребята, у меня какой-то легкий трешин получился с осыпаниями Я уже их постаралась убрать салфеткой Если я думала, что вот этот оттенок Который самый красный Матовый с блестками Не так уж и сильно сыпался Я безумно ошибалась У меня, не знаю, насколько вам видно При таком дневном освещении На коже просто они въелись Если тон их перекроют, будет хорошо Но у меня здесь просто зона хайлайтера Уже захайлайтенная Теми блестками с красного оттенка В целом действительно вайп и Ну не то, что схема макияжа Просто все те же цвета Как будто я делаю макияж палеткой Барри Уэллвитс Просто дешевле и в другой упаковке Ладно, ребят, давайте пробовать тушь У меня это Хит В оттеночке четвертым Здесь вообще мало опознавательных знаков На ней просто название Браун маскара И запах у нее совсем массипусечный Его почти нету Мне это нравится Потому что лучше она ничем не будет пахнуть Чем будет пахнуть плохо Смотрите-ка С первого прикосновения Какой-то тут намек на объем Пошел сейчас как прокрасим Мне интересно, будет ли видно, что она коричневая Потому что там есть и фиолетовая, и синий Такая вроде как цвета бургунди Я вообще люблю, когда что-то такое необычное Акцентное в мейке Особенно на каждый день Поэтому если вдруг она окажется классной Я смогу и себе, и вам посоветовать Ребят, у меня тут дела обстоят с первым слоем Я вам хочу показать вот, что происходит С одного прокраса Тушь достаточно жидкая Но по первым субъективным впечатлениям У меня чувство, что она такая же, как моя любимая голубая Из лимитированной коллекции коктейль Поэтому, возможно, у Glambi действительно круто получаются Цветные туши Там тоже, чтобы получить супер объем Нужно в 2-3 слоя прокрасить Но это не проблема, я думаю Возможно, у Glambi с черными тушами не задалось А цветные крутые И если я ошибаюсь, у вас есть любимая именно черная тушь от Glambi Я с удовольствием ее попробую Лишь бы она не резала глаз И была комфортная Ну, не осыпалась там Потому что до того, как у моей сломался ограничитель Она просто, не знаю, я там снимала 20 минут видео И у меня уже под глазами что-то летело Так быть не должно Вот смотрите, второй слой у меня И, наконец-то, реснички уже такие ба-бах Ох, разница такая, конечно Я очень люблю, когда туши достраиваются Когда вы можете выложить реснички так, как вам удобно И тушь дает на это время Тут с этим вообще проблем никаких И щеточка глаз не тыкает Даже если я подлажу под самый корень Все очень комфортно Ребята, подписываюсь под всеми комментариями на сайте Действительно тушь максимально крутая Я считаю, что видно, что она коричневая По крайней мере, вот мне в зеркале видно, что это не черная тушь Возможно, где-нибудь на солнышке, особенно летом, будет заметнее В общем, она классная Если вы любите туши, когда у вас они чуть-чуть подсклеиваются Но дают вот такой эффект То просто можно брать Особенно, если она на скидке Хочу попробовать теперь и зеленую, и цветную В общем, буду брать Если вдруг вы любите более естественный вариант ресниц То, конечно, это немножко не сюда Но, тем не менее, я довольна, рада, что нашли что-то хорошее У меня, к сожалению, нету тона от Глэмби Я все тыкала-тыкала на стенде И мне кажется, там просто нет моего цвета Все какое-то просто мега-желтое Возможно, просто в моем отделении не было нужного оттенка Я все еще в поисках Но на данный момент у меня нету тонального Поэтому давайте я сделаю его за кадром Я, ребят, решила дооформить лицо вместе с вами Тем, что у меня есть от Глэмби Я уже нанесла тон и контур Сейчас мы будем румяниться и хайлайтиться Из палеточки диска У меня эта палетка не только для лица Тут у меня немножко сюрприз Потому что я, как и говорила в обзоре на эту палетку Я действительно убрала помады Они ужасные Но часть, где есть румяшки и хайлайтер Очень неплохие Особенно румяна Давайте их нанесем, а то я прям очень бледная поганка Я вообще не очень люблю, когда в такие собирательные палетки Ложат помады Потому что я просто не понимаю, как помада может быть качественной В таком рефиле В нее может что угодно упасть Даже помада в пуле вызывает у меня подозрение То, что я любитель вот этих кремовых помад Которые просто раскручиваются И имеют аппликатор Так наношу Уууу, пигментация сразу на меня выпрыгнула Но эти румяна хороши тем, что даже если вы вот тут борщинули Не нужно ничего там придумывать Или спонжем убирать Видите, оно все прекрасно тушуется Просто я не добираю продукт на кисть И вожу В данном случае я румяну вожу к виску Больше такой секси эффект Хайлайтер вот этот так себе Потому что он имеет такую красивую полосу Точнее он делает вам эту красивую полосу То есть он не сильно чтобы прозрачный Вот он сияет Но он очень плотный Так что я зеркаловым свечу Вот наш хайлайтер И тут прекрасно видно, что у него полоса остается Раз уж у нас обзор То для наглядности я возьму кисть Такую более детальную Чтобы я контролировала, куда я что наношу И возможно даже чуть-чуть тенюшек возьму Потому что тени очень красиво сияют И себе вот на скулу постараюсь наслоить так Чтобы у меня пятна не осталось Но к сожалению пятно само себя вывела сразу Хотя вот при дневном освещении вам видно Что сияет все равно симпатично Но если вы выйдете на улицу То это только на фотографии так красиво будет Остальные будут прекрасно видеть эту серую полосу Так как не нравился мне хайлайтер с этой палетки Так и не особо нравится То есть видите, у меня как будто еще больше усилился эффект румян Поэтому на носик Давайте поработаем пальчиком с вот этим оттенком В общем работаю пальчиком с палеточкой И ставлю чеканную монетку номер 1 Ну да, чеканная монетка поинтереснее Палеткой, чем самим хайлайтером И чеканная монетка номер 2 Смотрите, какое влажное сияние Просто ля-пота Так, я хочу, наверное, и под бровь добавить этот цвет же с палетки Потому что он сияет намного симпатичнее То есть вот эта палетка диска вообще очень красивая на самом деле И если вам хочется, чтобы все вместе было Вот допустим, вы покупаете палетку И у вас здесь сразу и румяна И вдруг вы любите такой формат помад То в целом вот электродиска просто супер Я как придерживаюсь мнения, что она очень достойная Так и придерживаюсь Так, ребят, у нас действительно очень такой какой-то мрачноватый образ Но мне он нравится По крайней мере то, что сейчас вырисовывается Очень симпатично И, конечно, нам не хватает губ Прежде чем использовать помаду Вот это у меня жестикуляция сегодня Нанесем карандашик У меня много карандашей от Глэмби И я их очень сильно люблю Я смогла собрать три оттеночка Это 110-й, более свежий Давайте я вам сразу свотчи Делаю на руке Потом у нас идет Какой-то сточенный Почти в ноль И тут даже непонятно, что Кажется коричневым А потом вы его наносите И он как бы фиолетовый Так, а тут номерочек видно Это 104-й Не знаю, зачем, ребят, я вам там номерки понаписывала Потому что все равно в итоге Кверх тормашками В общем, вот такие карандашики от Глэмби Они просто копеечные И очень-очень круто наносятся Единственное, вот этот какой-то непонятный цвет Без опознавательных знаков Потому что у меня он уже слишком сточился Это серия Soft Touch Mudley Pencil И видите, он кажется коричневым Но вот свотчи Я вам его просто продолжу, чтобы вы видели Не считайте, что вот оттенок, который в самом карандаше Будет то же самое на губах Нужно все проверять И, к сожалению, там свотчи сделать нельзя В магазинах зачастую очень редко вот эти карандашики распаковывают И их можно по цветам попробовать Они еще и валяются как-то абсолютно непонятно Где-то наверху на стендах И там просто эти все цвета один в одном там торчат Еще какой-то резиночкой связаны И вы просто смотрите и думаете И как мне выбрать оттенок? Ну вот так Берете коричневый, получаете фиолетовый Поэтому мне просто понравилось само качество И я методом проб и ошибок Вот это закупала-закупала И мне очень сильно нравится оттенок 110 И оттенок 104 тоже Soft Touch Matte Lip Pencil Вот этот вообще просто 110 лип пенсил Я даже не знаю вам, как их советовать Потому что их фиг найдешь на сайте Там тоже прописываешь карандаш глэмби И они как-то непонятно расфасованы Видите, какой крутой оттенок Это я сейчас 110 крашусь Так что если те, которые я смогу показать И вы их найдете, очень советую У меня фактически на все губы нанесен 110 оттенок Мне кажется, он и к макияжу нам подходит И в целом просто на каждый день Изумительный карандаш Он не фиксируется То есть у вас он будет отпечатываться Если я сделаю типа Как видите, у меня остается ободок Дальше я хочу попробовать нашу помаду Точнее вам показать то, что я ее уже пробовала У меня это 0,2 оттенок И мне он в магазине показался очень таким Типа а-ля 90-е высветляющим А теперь мне кажется, что он слишком розовый Но качество хамады бомба Она очень тоненькая Я поэтому ее в центр наношу Как акцент Если вы любите, как и я Матовые помады с аппликатором И вам, как и мне Постоянно мало Я выбираю как бы миллион одинаковых нюдовых цветов У меня они все кажутся разными И я потом их под настроение меняю Помада не ложится толстым слоем Поэтому если вы не любите матовые помады Именно из-за того, что они таким пирожочком поверх губ Натянутой пленкой жирной Ложатся и застывают Вы прям чувствуете То у этой помады от гламби Такое может быть только если вы там 2-3 слоя нафигачите Но при этом я не вижу смысла в этом Потому что действительно даже в один слой Не плешивит помада Можно очень аккуратненько нанести И все будет прекрасно Единственное, что я наносила ее дома То есть я ее не тестировала на покушать Знаете, сходить куда-то в кофейню попить кофейку Или покушать, как она будет сходить Возможно я вам какой-то фидбэк дам В будущих обзорах на гламби Сейчас я могу сказать только что Когда вот я с ней снималась В одном из видео, которое будет Ко дню Святого Валентина Я как раз таки наносила эту помаду Во время съемки она у меня никаких претензий не вызвала Она не скаталась Я наносила поверх нее блеск И блеск ее тоже не разъел Поэтому как бы все ок Пока мы с вами не отдалились Я вам покажу, как выглядит макияж вблизи Вот такой у нас хайлайтер Немножечко румян Тушевочка, наверное, лучше закрыть глаза Чтобы вам было лучше видно Помадой я крайне довольна Мне очень нравится, как она выглядит на губах Поэтому спасибо, кто мне там советовал ее В комментариях Я прислушалась Мне понравилось Тени, я думаю, если бы не история С крышкой и обслуживанием Возможно, я бы даже их вам советовала Но сравнивая с Берри Велват Я все-таки останусь на стороне той палетки Это уж слишком хлипкая И непонятно, зачем мне теперь две палетки Почти с одинаковым финишем Знаете, ребят, как-то незаметно для меня пролетел этот обзор Действительно быстро мы как-то и глаза сделали И я поболтала с вами И получила удовольствие Для меня это очень важный аспект в макияже Когда я не запариваюсь Я не злюсь Вот у меня там есть какая-то дырочка в тушевке Но все остальное перекрывает ее И как-то мне и глаза нравятся И губы нравятся И все сегодня так хорошо Что если бы не какие-то приколы с обслуживанием То я бы с удовольствием посоветовала эту палетку Но как я могу вам советовать палетку Которая разваливается в руках Или которая, например, вся поцарапанная Которая досталась мне Я не раз обошла какие-то отделения Евы И, в принципе, наверное, один из главных аспектов Почему я не взяла палетку раньше Потому что они все были какие-то такие типа Подлежавшие Если вдруг ваше внимание привлекла вот такая палетка Или в другом тоне Но тоже серия Pop Look от Glamby Такая типа базовая, малюточка В целом с классной задумкой Но не очень хорошей реализацией То, в принципе, вы видели, как все наносилось И какой результат мы получили Можете сами принимать решение Нужно оно вам или нет Очень-очень мне понравилась тушь Она классно застывает Она жидкая в процессе Но когда вот она у меня уже схватилась То ресницы объемные Их много Она действительно цветная Потому что я больше всего не люблю Когда пишут то Вау, цветная тушь И ты же ее берешь именно из-за того, что она цветная А потом бац И все И у тебя просто черные ресницы С каким-то там легеньким намеком Нет, ребят Мы с вами любим пожеще Чтобы был цвет Чтобы все было красиво С глиттерами я прям не знаю, что вам говорить Потому что я не раз их тоже хотела попробовать до этого момента Но почему-то в магазинах Либо консультанты не следят Либо производство этих штук было достаточно давно Они отслоеные Я вот к какому стенду не подойду У меня возле дома Ну как возле дома Типа 10 минут в одну сторону, 10 в другую Около 3 ев И во всех евах Вот эти вот глиттеры Суперстар лежат Вот прям видно отдельно, где маселка или вода И отдельно, где блестки Они настолько старые Настолько там залежавшиеся Что они давным-давно отслоились Так быть не должно вам такое продавать Не должны Это очень плохое качество Я крайне рада, что мне достался Хотя бы непросроченный вариант И здесь все вместе Блестки не отслоившиеся Все ок И в целом оно как бы нормально Но давайте я вам скажу так Если вы увидите где-то на скидке И они будут как у меня нормальные То можно попробовать За полную цену Или плохого качества Когда они уже отслоились Никогда не берите Потому что это может быть опасно Для вашего здоровья У меня для вас такой маленький сюрприз Потому что мне в инстаграм директ Вы тоже спрашивали Пробовала ли я парфюмы От Гламбил Патрисия Лидо Сейчас наверное люди Которые не сильно интересуются Этими брендами И просто такие мимо крокодила Типа что у них есть парфюмы Да ребят Я сама давненько видела Что у них есть парфюмерная продукция И в принципе отзывы на сайте На ней были достаточно хорошие Но проблема в том Что даже если в отделениях Где-то находила парфюмы От Гламбил Патрисия Лидо Они всегда стояли запакованные Без пробников И мне всегда как-то было страшновато Пробовать парфюм без пробы Но тут я решилась Потому что меня уже не один человек спросил Пробовала ли я И теперь я гордо могу сказать Что да я пробовала Только не от Патрисия Лидо А от Гламби У меня это парфюм в запахе В аромате Наверное в аромате Стрик Написано что здесь 50 мл Вот такая симпатичная коробочка Я ее уже конечно распаковывала Потому что мне нужно было вам сказать Как оно носится Насколько они стойкие Поэтому я просто сохранила Красивую упаковку Чтобы вам показать Мне кажется что оформление Вполне себе достойное Тут открывается И сам парфюм Достаточно такая небольшая баночка Но очень симпатичная Внутри есть камушки Немножко такой антистресс Можно поиграться Хочу с вами поделиться Как я выбирала аромат Из представленных у Гламби Потому что у них их не мало И у меня тоже такое было замешательство А что же выбрать Тем более не нюхая И я выбирала по отзывам на сайте Как вы знаете Я очень люблю кофе И все что связано с ним Поэтому я выбрала аромат Стрик Не просто так У него основные ароматы Это цветочный и восточный Начальная нота Как раз таки кофе Что меня исподвигло К выбору именно этого аромата Хотела сказать оттенка Но вот бьютиголик просто На максималках Бьютиголик головного мозга называется И конечная нота Это бобы и тубероза Если бы я знала Что такое тубероза Было бы наверное немножко проще В общем Что я могу сказать По этому парфюму Он очень сладкий То есть никаким кофе Здесь и не валялось Просто ни внутри Ни по аромату Хотя в комментариях На сайте было Что ой Если вы любите кофе То все это аромат Для вас Берите Нет ребят Это такой Знаете Классический аромат Кристина Агилера Я вот когда была маленькая У нас Брокарди Он продавался Не за супер большие деньги Там за грин 270 вроде бы Но это типа Лет 10 назад А может и больше было И мне он тогда Очень сильно нравился Сейчас Мне кажется Что вот этот аромат Слишком сладкий Давайте я тут вам Пшикну Опа Цветочную нотку Я просто моментально улавливаю Но В оправдании этого парфюма Могу сказать Что Когда вы первый раз пшикаете То есть Вот то что на вас Сразу выпрыгивает Это не то Что вы будете на себе носить То есть Он действительно меняется И раскрывается Здесь есть начальная нота И конечная И вот конечный аромат Мне нравится Он более такой пряный И вот тут наверное Его восточность раскрывается Просто простите меня За мои описания парфюмов Я как бы Не парфюмный блогер Или как это вообще называется Не парфюмер Ничего в этом не знаю Просто покупаю то Что мне нравится И пытаюсь С вами поделиться Своими эмоциями В плюс Это точно упаковка Это не пластик Она не выглядит дешмански Я бы точно подарила Что-нибудь такое Подружке Оно очень знаете Такое Классное Еще вот эти камушки Внутри Ну симпатично выглядит Но он не стойкий Если вы думаете Что это прям парфюм Парфюм Что вы там пшикнули И весь день на работе проходили То нет Возможно его специально Сделали таким маленьким Чтобы брать с собой в сумочку Потому что мне его не хватает Я его попшикала И где-то через часа два И фактически уже не ощущала его Пшикала себе Вот сюда На тыльную сторону ладошки И специально проверяла То есть засекла время Когда я пшикнула И когда я его перестала чувствовать И где-то через часа два Он был еле-еле уловим То есть срок его жизни Это около двух часов По крайней мере У аромата Стрик И знаете что самое странное В этой серии Есть аромат Паттерн И по упаковке И по описанию Наоборот Ты ожидаешь Что обычно знаете Как если Это не какое-то Массовое производство И производитель делает Что-то типа духов То ты смотришь Ага Есть линейка Значит какой-то аромат Точно должен быть Супер девчачий Супер сладкий Один такой более Не секс Чтобы и для женщин И для мужчин И там еще какой-нибудь Свежесть аромат Возможно еще какой-нибудь Цитрусовый И вот значит Когда я открыла Линейку парфюмов От глэмби Я подумала Что аромат Паттерн Это точно Какой-то девчачий И сладкий Особенно по описанию Но если вы Не поленитесь И залезете В комментариях То все девушки Писали Что кто его покупал Это тоже Не сладкий аромат А скорее свежий И почему-то описание Не соответствует Наполнению То же самое У меня случилось С ароматом Стрик То есть Лучше Если вы захотите Парфюм от глэмби Не читать Вот эти начальные Основные Конечные ноты Потому что От них тут мало Лучше залезьте В комментарии Или найдите Подружку Которая это пробовала И понюхайте Или же Спросите в комментариях Если кто пробовал Потому что Действительно Очень как-то ожидание Реальность Не совпадают Хотя Я не могу сказать Что я зря его приобрела Я с удовольствием Буду им пользоваться Я вообще В принципе Люблю последнее время Когда снимаю Сжечь Ароматические свечи Очень приятно Как-то настраивают На работу Да Мне так нравится Сегодняшний образ Я чуть ли не такая Год панк рок Такая Ой Девочки Цветочный аромат Да Наверное Вот в этом Вся моя суть Немножко такая Двоякость Мои личности Но мне в это В себе тоже нравится Вообще Давайте любить себя Такими Какие мы есть Вот такой Немножко затянувшийся Обзорчик На глэмби У нас получился Буду рада С удовольствием С вами пообщаться В комментариях Что вам понравилось Может что-то Приглянулось Буду рада Вашим советам Если хотите Поддержать меня Можно поставить Пальчик вверх Подписывайтесь Чтобы не пропускать Еще больше Бюджетных обновлений А нам с вами До скорых встреч До свидания